Добрый день, дорогие зрители! Меня попросили из старого ведерка из-под цветов сделать корзинку. Я собрала то, что у меня есть. И кому интересно, оставайтесь. Будем делать вместе. Использовать буду вот такую толстую веревку 1 см. Затем у меня есть бельевая 6 мм. И еще есть 3 мм. Вот такая желтая веревка. Далее я купила бусы деревянные в магазине Тедди. Здесь их 3 вида. 4 мм, 3 мм и где-то 7 мм. Буду использовать 7 мм. Так как ведро из-под цветов, здесь имеются дырочки. Для этого, чтобы прикрыть, я взяла картон, вырезала по диаметру и немножко меньше обрезов. приклеила сюда вот такую прорезиненную пробку, чтобы это ведро можно было потом протирать. И приклею вовнутрь. Использую горячий клей и буду все приклеивать. И также внутри обклею веревкой. Теперь ведро можно протирать и работаем с наружной частью. Толстую веревку я начинаю приклеивать снизу. Так как здесь дырочки, я, естественно, промазываю только эти пластиковые ножки. Хорошенько промазываю, чтобы веревка держалась крепко. И делаю ее на уровне дна, чтобы ведро стояло ровно. Закрываю конец и перехожу на второй ряд. Хорошенько промазываю и приклеиваю веревку. Здесь я промазываю не только ведром, но и торец веревки, чтобы крепко все приклеилось. Я обклеила одну третью часть на этом уровне. Обрезаю. Все швы будут сзади, поэтому все на одном уровне. Обрезаю и начинаю приклеивать бельевую веревку. Концы промазываю клеем. Подожду, когда немножко застынет. И все это склеиваю аккуратненько. Лишний клей убираю. Также смазываю конец веревки. Подожду, когда застынет. И немножко обрабатываю. Промазываю клеем и приклеиваю на конец веревки. Аккуратно распределяем. И затем, уже ряд за рядом, буду приклеивать бельевую веревку. Как и прежние ряды, также промазываю ведро и торцевую часть веревки. Но так, чтобы клея не было видно. Теперь, чтобы прикрыть здесь швы, я хочу приклеить этот кусочек прорезинной пробки. Приклею здесь и затем снизу. Так, приклеила. Теперь промазываю здесь. Промазываю на всю ширину. И подклеиваю. Здесь срезала. Теперь с левой стороны будет смотреться более аккуратно. И дальше приклеиваю веревку. Получается вот так красиво уже. Я еще приклею два, может, три ряда. Теперь снова обрезаю веревку наискосок. Промазываю клеем ведро и конец веревки. Выравниваю. И сюда приклеиваю эту толстую коричневую. Так, промазываю хорошенько клеем. Накладываю. Поддержим и начинаю дальше приклеивать. Хорошенько промазываю. Итак, я прохожу еще один-два ряда. Я прошла три ряда. Оставляю здесь расстояние, а то бусина некуда будет клеить. Так, теперь срезаю веревку опять наискосок. Этот край обрабатываю. Он не обмахрился. И этот край тоже хорошо обрабатываю. Внутрь проклеиваю клей. Все это тщательно приклеиваю. Немножко скручиваю и приклеиваю к самому ведру. убираем нитки. Здесь распределяю хорошо. Так, чтобы было склеено. Уже сзади получается симпатично. Теперь беру веревку в 3 миллиметра. Приклеиваю сюда. Так, здесь тоже обрабатываю аккуратненько клеем к концу. чтобы все держалось. Делаю такую петельку небольшую. Беру бусы и начинаю вклеивать бусины. Дырочками в стороны. Можно дырочками сюда, но и дырочками в стороны буду. хорошую каплю клея. Бусину ровненько приклеиваем. Подержим. Теперь промазываю клеем. Обклеиваю веревкой. Подержим, чтобы все это крепко у нас получилось и аккуратно. следующую бусину. Нужно, чтобы они все были одинакового размера. Опять хорошую каплю клея бусину. Так. Ровненько. Снизу бусины прохожу веревкой. так. И выхожу сбоку. Вот сюда. А можно работать ножницами тоже. Хорошо помогать себе ножницами. Бусины у нас должны быть на одном уровне. Теперь опять приклеиваю бусину. сверху и сбоку проклеиваю веревку. Помогаю ножницами. Хорошенько. И так далее. Я проклею ряд бусин. Веревкой я скрепляю бусины и они так крепче держатся между собой. потому что с гладкой поверхностью сами бусины бы не склеились. А между веревками между рядами и между бусинами есть вот такая сцепка веревкой клеем и между этой веревкой. Поэтому я прокладываю веревку. Теперь я приклеиваю бусину через один. Здесь не клею, здесь приклеиваю. направление дырочек всегда в этом направлении. То есть стороны или вверх вниз. Как вы начали так и продолжать. Так, теперь веревку я прокладываю таким образом. Промазываю здесь вокруг бусины в арочке и выхожу вот сюда. Помогаю ножницами. прокладываю делаем немножко изгиб таким вот образом. Здесь промазываю снова. Руки немножко далеко неудобно. Так, и опять веревку прокладываю в этот арочок. получается вот так. И проклеиваю так веревку между всеми шариками. Я приклеила везде тонкую веревку и теперь снова приклеиваю вот эту вот толстую. Промазываю и приклеиваю теперь по прямой. Я приклеила до конца. Теперь все волоски и клей хорошо не обжигается она в другую зажигалку. Так, зажглась. Обжигаем все волоски и нитки от клея хорошенько. И я буду делать ручку. Теперь я делаю ручку вот таким образом. Бельевую веревку сплетаю в косичку. Затем на эту косичку приклеиваю веревку. Получается такая ручка. С длиной я не определилась, потому что еще ведерко не было готово. Теперь я знаю какой длины примерно мне нужно. Так, до плиту до конца и приклею веревку. Так. Так, столько мне хватит, поэтому здесь ставлю ограничения. Так, сейчас клей застынет, склеится это все. Теперь промазываю всю линию хорошенько и прокладываю эту веревку. Склеиваю вместе. Получается такая крепкая ручка у нас. Это для красоты, конечно, не для крепости, потому что тут будут находиться кухонные средства моющие ведерки, поэтому крепости особо не нужно. За ручку в принципе никто не будет брать. Теперь мне нужно замотать вот так же с этой стороны веревкой. Для этого я обрезаю, промазываю теперь края, вместе склеиваю белую белую бельевую веревку все концы и вот эту вот грубую веревку. Когда клей остынет, я склею все руками. Так, подождем, чтобы остыло и теперь попробуем. Лишний клей срезаю, края выравниваю и заматываю веревкой. Белая косичка верхняя часть, значит, буду приклеивать вот на эту желудовую веревку. Приклеиваю конец, наматываю туго ряд за рядом и затем конец тоже оставлю здесь. Посмотрим, чтобы были одинаковые концы и приклею. Приклеиваю, хорошенько промазываю и прижимаю кончиком пистолета. Теперь осталось мне приклеить ручку. Определяюсь, где она будет. Ниже, выше можно делать как нравится. Так, и приклеиваю. И ручку тоже обжигаю. Будьте осторожны с огнем и с клеем. Будьте предельно внимательны. Вот такая корзина у меня получилась сегодня. Сзади выглядит вот так, внутри вот симпатичная практичная можно протирать. пишите, что вы думаете по этому поводу, как вам понравилась корзинка или нет. с вами была мила, как всегда. Люблю, скучаю. До следующей встречи, мои хорошие. Всем пока-пока. Хорошего настроения и здоровья. -пока.